Приветствую, друзья. Время идет, да и компания SMSL не стоит на месте. Следом за неплохо воспринятыми Deo 100 и Deo 6s пришел еще более любопытный и технически совершенный ЦАП SMSL Deo 100 Pro, в которой установили аж два актуальных на сегодня конвертера ESS ES9039Q2M, Bluetooth чип с APTX HD и LDAC кодеками, XU316 на USB, HDMI ARC на вход и две пары выходов – RCA и балансный XLR. При этом чуть подтянули дизайн, добавили пару настроек и приложили в комплект пульт дистанционного управления. То есть у нас опять чуть ли не лучшее в техническом плане устройство. О нем сегодня говорим. Поехали. Приходит ЦАП в классической для этого бренда коробке со схематичным изображением самого девайса и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. В комплект нам положили инструкцию, пульт управления, съемную Bluetooth антенну, Type-C кабель и 145-сантиметровый шнур питания с заземлением. Пульт, как и всегда, матовый с прорезиненными кнопками и питанием от батареек. Из функционала на него вынесли включение и отключение устройства, режим Mute, регулировку уровня сигнала, переключение входов и навигацию по системному меню. Кнопка FN, как и в случае D6S, переключает вход на Bluetooth. Программировать ее, к сожалению, нельзя. Корпус Deo 100 Pro мне, кстати, очень напомнил таковой от почти флагманского Deo 400 с большим, но в нашем случае малоинформативным дисплеем, чуть ли не наполовину всей передней панели и многофункциональным регулятором уровня сигнала. Фиксируется он на четырех прорезиненных ножках, а сзади имеет две секции для входов и выходов. К первым можно отнести стандартные USB, Bluetooth, оптику и коаксиал, а также протокол ARC на HDMI разъеме. Ну а из выходов здесь всеми любимые RCA и балансные XLR. На дисплее большую часть времени отображается только текущая частота дискретизации со значками соответствия MQA и DSD формату. Если же нажать на многофункциональный регулятор, то нас перенесет в системное меню, где можно выбрать один из семи цифровых фильтров, подстроить джиттер, установить одну из версий UAC и отрегулировать яркость дисплея. Особой разницы между цифровыми фильтрами я в данной модели не заметил. По начинке у нас два свеженьких конвертера ESS ES9039Q2M на шести OPPO1612, USB чип XMOS XU316 и Bluetooth на привычном уже Qualcomm QCC 5125, то есть с поддержкой aptXHD и LDAC кодеков. Под Windows 10 и выше ЦАП определяется автоматически, однако, чтобы иметь возможность использовать еще и ASIO интерфейс, а также гибко настраивать драйвер, логично установить фирменное программное обеспечение. Со смартфонами, планшетами и разнообразными приставками данный аппарат тоже работает, причем во всех приложениях и сервисах, включая специализированное BitPerfect соединение. Ну и не забываем о Bluetooth 5 версии с наиболее распространенными на сегодня кодеками. Качество с ним, конечно, попроще, однако, совместимость и удобство на просто невероятном уровне. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц на ЦП Иванда Космос с каждого из выходов данного устройства. В результате получил все графы в положении отлично, за единственным исключением. Неравноверность АЧХ на XLR заметно лучше, чем на RCA. Впрочем, и это в пределах допустимого. Шумовая полка здесь на минус 156 дБ, прекрасный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на минус 130 дБ, а гармонические на минус 136 дБ, что в процентах составляет всего 0,004 дБ. Это что касается XLR. На RCA значение чуть повыше – 0,006 дБ, что на графиках дает минус 132 дБ, причем как для гармонических, так и для интермодуляционных искажений. То есть технический ЦАП просто прекрасен. Относительно подачи мы имеем быстрое, строгое и довольно техничное звучание с высокой степенью прорисовки и просто потрясающей динамикой, причем как на микро, так и на макро уровне. Если вы любите рок, металл, различную скоростную или агрессивную электронику или же дотошно выслушиваете каждый нюанс у мультиинструментальной музыки, то Deo 100 Pro буквально создан для вас. Для сравнения обе версии SMSL DO200 были гораздо музыкальнее с хорошим таким уклоном в певучесть. Я пользовался ими достаточно продолжительное время, так что успел изучить от альфа до омега. Вот они больше про оркестр, вокальную музыку и ту самую аудиальную эстетику. Стоящей же у меня сейчас Deo 300 является их так сказать квинтэссенцией. Он быстрый, техничный, при этом с глубиной, явно выраженным тембральным объемом и красивыми такими почти живыми образами. Да, герой обзора таким похвастаться не может, ну и разницы в цене тут почти в три раза. По мелодике и выразительности никаких вопросов. У инструментов чувствуется, хотя и не идеальный, но приличный вес и объем. Сцена прекрасно струится в глубину. Все инструменты на своих законных местах, просто потрясающая четкость и прозрачность, идеальная по скорости атака и максимальная протяженность высоких частот. Лучше в данном ценовом сегменте и не придумаешь. В D6S производитель все-таки значительно ушел в музыкальность с чуть подчеркнутой яркостью. У нас же характер более сбалансированный и точный. В откровенную нейтральность ЦАП, конечно, не уходит, но все довольно напористо, драйвово, в акустическом смысле чисто, с хорошо читающимися цельными образами и высокой достоверностью в плане передачи эмоциональной составляющей трека. Из стилистики мне понравилось абсолютно все, что я слушал на данном ЦАПе. В том числе много симфонической и другой академической музыки, рок-метал, различную текстурно и вокально ориентированную электронику и, конечно, всякие акустические, включая полуэтнические записи. Как результат – просто блестящая прорисовка, разделение, динамический контраст, энергетика и, что называется, вовлеченностью в материал. Для своей цены это просто гениальное решение. Большего, на мой взгляд, и не нужно. Касаемо совместимости, я подключал данный ЦАП к активным мониторам ближнего поля Yamaha HS80M и усилителю для наушников HO200. Шикарная синергия, причем как на наушниках за сотню, так и за шесть сотен долларов. Буквально, друзья, не оторваться. Если бы невозможность напрямую сравнить его с Deo 300, я бы, наверное, ничего другого себе и не искал. Все портативные решения за плюс-минус эту цену даже не близко. Если разбирать по частотам, то бас тут быстрый, упругий, собранный. Серединка прозрачная, сверхразборчивая, с высоким разрешением, выразительностью и легким налетом певучести. Она очень мелодичная, однако прямо в музыкальность не уходит, соблюдая эдакий баланс с техничностью. Верха, как я уже говорил, чистые, протяженные, без какой-то особой подсветки, выделения или иного акцентирования. То есть, в зависимости от вашей акустики, вы получите предельно правильное восприятие не только этой части диапазона, но и всего остального в целом. Да, герой обзора очень похож на продвинутую версию самого первого Deo 100, только на более новом современном железе и с поддержкой HDMI ARC. Но, судя по наименованию, так оно и должно быть. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL Deo 100 Pro лично меня порадовал стильным таким дизайном, удобным регулятором уровня, наличием пульта новой современной начинкой, буквально россыпью цифровых фильтров на выбор и, конечно, поддержкой UAC версии 1.0, позволяющей подключать его вообще ко всему, что только способно работать с USB. По характеру же это чистое, предельно техничное звучание с небольшой акустической массой, тембральным объемом и хорошим таким вовлечением в материал. Для ценителей быстрой, текстурно ориентированной или агрессивной музыки это прямо то, что доктор прописал. Естественно, он не конкурент старшему Deo 300, однако по точности я бы поставил его немного выше Deo 400. В остальном – шикарные измерения, внешний вид, предельные значения дискретизации сигнала и существенно расширенная, в том числе и за счет HDMI ARC функциональность. Отличный девайс я лично оценил. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL Deo 100 Pro. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем друзьям добра. Субтитры создавал DimaTorzok